Налоговое уведомление 2023 до окончания срока оплаты имущественных налогов 1 декабря осталось совсем немного времени. Общий федеральный справочный телефон Единого контакт-центра ФНС России 8 807 двоек. По данному телефону можно получить информацию справочного характера, порядки рассмотрения обращений, работе интерактивных сервисов, разработанных налоговой службой, в помощь налогоплательщику. На сайте ФНС России представлено более 70 удобных электронных сервисов, помощников, которые охватывают все категории налогоплательщиков. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые из сферы их интересов позволяют получить полный спектр информации и услуг, вот дистанционно и решить практически любые вопросы с налоговой инспекцией. Мы начинаем нашу программу. Я представляю гостю в студии Татьяна Владимировна Голубева, заместитель начальника отдела налогообложения и имущества УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, а начать нашу программу я предлагаю заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области, на которой подвели итоги работы ведомства за истекший период 2023 года. В зале помимо руководителей и сотрудников отрасли присутствовали представители и законодательные исполнительные власти области Управления Федерального казначейства региона, профсоюзные организации. Подробности в нашем материале. Заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области открылось торжественным поздравлением всех работников отрасли с профессиональным праздником и церемонией награждения лучших сотрудников почетными грамотами и благодарностями. За 33 года существования налоговой службы из фискального органа превратилась в сервисную структуру. Сегодня оплатить налоги можно находясь в любой точке мира через порталы ФНС или госуслуги. Сервисы налоговиков помогают зарегистрировать новые компании, рассчитать самую выгодную налоговую нагрузку, проверить партнеров. Данные Федеральной налоговой службы достоверны, надежны и находятся в открытом доступе. Сегодня налоговая – это не только все, что связано с налогами. Мы стали таким значимым агрегатором больших данных, мы стали важнейшим источником информации, которая помогает государству принимать оперативно необходимые решения. Эффективная работа налоговых органов позитивно сказывается на функционировании и развитии социальной сферы, оперативное исчисление налоговых льгот, оформление положенных выплат, обеспечение стабильной работы бюджетников. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области является гарантом социально-экономического развития области, является гарантом реализации многих новых инновационных, инфраструктурных проектов на территории области, обеспечивает стабильное поступление доходов в бюджетную систему, в консолидированный бюджет Самарской области. А это все обеспечивает и стабильное функционирование учреждений бюджетной сферы, своеренную реализацию мер социальной поддержки населения Самарской области. 1 декабря наступает срок оплаты налогов. Трехтысячный коллектив налоговых органов Самарской области уже оплатил имущественные налоги и призывает самарцев последовать их примеру. Ну что же, начиная наш разговор, Татьяна Лазимовна, осталось совсем немного времени, до окончания срока как раз оплаты имущественных налогов. С сентября по октябрь, вот в период массовой рассылки, налоговые уведомления были отправлены жителям нашего, 63-го региона. Скажите, пожалуйста, сколько всего было их сформировано, каким образом направлены собственникам имущества транспортных средств, ну и, конечно, земельных участков? В этом году сформировано более 1 миллиона 700 тысяч налоговых уведомлений. Направлены все налоговые уведомления традиционными способами, которые для нас уже, нам всем уже известны, это и по почте, либо через личный кабинет налогоплательщика. Вот личным кабинетом налогоплательщика для получения налогового уведомления в этом году воспользовалось более 900 тысяч налогоплательщиков. Еще в этом году есть новшество, можно налоговое уведомление получать через портал ЕПГУ. Это госуслуг. Для того, чтобы это уведомление получить, налогоплательщику нужно на портале заполнить уведомление, подписать его через госключ и направить в адрес налогового органа. Ну, скажите, пожалуйста, вот если все-таки говорить в цифрах, по сравнению с прошлым годом, в этом году больше было направлено уведомление, либо меньше, и вот каким образом жители, я имею в виду, воспользовались этими современными порталами и госуслуг, и налоговым личным кабинетом? В этом году налоговых уведомлений направлено чуть больше, чем в прошлом году, там незначительное количество, но тем не менее чуть-чуть побольше. И, значит, вот в этом году уже больше количество налогоплательщиков воспользовалось электронными сервисами. У нас больше получают через личные кабинеты, и плюсом еще в этом году, вот так как эта возможность появилась, и около 14 тысяч налогоплательщиков воспользовались тем вот способом, новым способом получения уведомлений через портал и получили его там. Скажите, пожалуйста, а были ли такие обращения от граждан, которые говорили, заявляли вам, что, а мы не получили налоговое уведомление, что нам делать в этом случае? Ну, действительно, всегда налогоплательщики каждый год традиционно находят такие налогоплательщики, которые не получают налоговое уведомление. Кто-то забыл о том, что он подключился к личному кабинету, кто-то потерял пароль от личного кабинета и не знает, как туда зайти. Есть такие налогоплательщики. Для того, чтобы получить налоговое уведомление, нужно либо восстановить доступ к личному кабинету. В принципе, в личный кабинет можно зайти с подтвержденной учетной записью от портала госуслуг. Если нет такой записи, можно обратиться в налоговый орган за восстановлением пароля. И еще есть возможность восстановить пароль, если, когда вы заходили в личный кабинет, когда подключались, заполнили там персональные данные, указали электронный ящик и телефон. Можно еще таким способом восстановить доступ. Скажите, а остались ли такие налогоплательщики? Мы сейчас пока говорим о добросовестных налогоплательщиках, которые платят налоги. Приходят по старинке в налоговую инспекцию и говорят, дайте, пожалуйста, мне мое уведомление. Ну, нет личного кабинета, но особенно, наверное, это пожилых людей касается, которые привыкли. Все получается, как говорится, из рук в руки, при личном контакте, глаза в глаза. Совершенно верно. Есть налогоплательщики, как правило, это старшие поколения наши. Они приходят, получают налоговое уведомление. Получить налоговое уведомление сейчас вот лично, чтобы на бумажном носителе, можно либо по почте, если налогоплательщик не заявил иного способа, либо напрямую в налоговом органе. Еще есть возможность получить налоговое уведомление через МФЦ. Нужно обратиться в МФЦ, вам помогут заполнить заявление, и в течение пяти дней налоговый орган это заявление исполнит, налогоплательщик получит налоговое уведомление в МФЦ. Ну, давайте все-таки вернемся к современным способам получения уведомлений и общения с налоговой инспекцией через госуслуги. А такая возможность была внедрена с июля этого года. Скажите, вот каков алгоритм действий здесь? Поподробнее расскажите. Для того, чтобы получать налоговое уведомление через портал госуслуг, налогоплательщику в обязательном порядке необходимо обратиться в налоговый орган через портал госуслуг. Он не может это сделать, к сожалению, лично, он не может направить на бумаги это уведомление о согласии в получении налоговых документов через портал госуслуг. Это можно сделать только на портале, подписав госключом, все настроено, все алгоритмы работают, это уведомление поступает в налоговые органы, обрабатывается, и в последующем налогоплательщик будет получать уведомление через портал госуслуг. Ну, я вот сейчас не помню лично, как я оформляла все вот это, но у меня есть приложение налог, приложение налоговое, да, мои налоги, я захожу туда, у меня все отображается, все спокойно, нажатием одной кнопочкой я заплатила налоги уже в этом году, и проблем совершенно никаких не доставляет. Почему мы сейчас говорим об этом, что эта проблема действительно актуальна? Ну, эта проблема как таковой не является, мы всех призываем к тому, чтобы пользоваться личным кабинетом, действительно, на мой взгляд, это самый удобный инструмент для взаимодействия с налоговым органом. Помимо того, чтобы увидеть там налоговое уведомление, в личном кабинете есть еще объекты налогообложения, и указаны абсолютно все, со всеми характеристиками. Можно все свои объекты посмотреть, все характеристики увидеть. Некому удивится, к примеру, да? Кому-то возможно удивиться, да, но, опять же, остается возможность до формирования налогового уведомления, до получения налогового уведомления проверить свои объекты. Если есть такое желание проверить все характеристики объекта, возможно, что-то уточнить, для того, чтобы потом не возникала ситуация, что вот срок уплаты уже наступает, а мне еще нужно что-то уточнить. В налоговом уведомлении я с чем-то не согласен. Ну, вот давайте сейчас тогда поподробнее мы поговорим, что такое налоговое уведомление, напомним, какая информация в нем предоставлена. Налоговое уведомление – это тот документ, который налоговый орган формирует для уплаты налогов налогоплательщику. В налоговом уведомлении, помимо данных о самом налогоплательщике, его фамилии, имя, отчество, дата рождения, для того, чтобы налогоплательщик понимал, что это действительно его уведомление, все реквизиты есть для уплаты налога. Это платежный документ, сейчас он единый. То есть, если раньше нужно было оплачивать несколько платежных, то теперь она одна. То есть, все налоги сформированы в одно уведомление, и нужно оплатить полностью сумму за все свои объекты. Ну, QR-код наводите, и вся сумма уже суммарна по всему налоговому уведомлению. Кроме того, в налоговом уведомлении традиционно уже содержится информация об объектах налогообложения, по которым произведен расчет. Помимо информации о самом объекте, указана налоговая база, размер предоставленных льгот, если таковые имеются. И сумма налога к уплате. Причем расчет произведен по каждому объекту налогообложения отдельно. И разделы все разбиты по налогам. То есть, по налогу на имущество физических лиц один, раздел по земельному налогу другой, по транспортному налогу третий. Это вы сейчас имеете в виду, что необязательно сразу платить всю налоговую сумму. Можно выделить галочкой, ну, к примеру, много объектов, да, это и транспортный, земельный, квартирный налог, да. И вот, ну, нет такой суммы, чтобы заплатить целиком. Можно галочкой выделить и заплатить, ну, допустим, сначала один, потом второй, третий. Я вот с заботой только исключительно. Чтобы галочкой выбрать, ну, такой возможности, конечно, нет. Но, наведя на QR-код, можно отредактировать сумму налога, ее можно изменить, но в любом случае налог нужно оплатить до наступления срока уплаты. Налоговое уведомление направляется заранее для того, чтобы налогоплательщик мог оплачивать, если вдруг сумма такая большая, да, какие-то затруднения, то мог оплачивать частями, но до наступления срока уплаты. Да. Скажите, до того, как вы направите налоговое уведомление, все же знают, что в конце года нужно обязательно платить налоги. Уведомления вы посылаете, как я уже сказала, сентябрь-октябрь, они формируются. А вот можно ли положить деньги на налоговый, ну, какой-то счет, чтобы, к примеру, они там лежали, и когда налоговое уведомление пришло, они просто-напросто списались. Ну, кошелек такой сформировать, что ли? Совершенно верно. В личном кабинете есть такая возможность, есть кошелек, то есть единый налоговый платеж, можно частями там в течение какого-то определенного периода времени туда деньги складывать, а потом сумма вся будет списана. Скажите, это легко разобраться, просто это сделать? Достаточно просто. Там нажать буквально на две-три кнопки. Да? Ну, и в любом случае можно, если, допустим, не понимаешь, все же опять же прийти в налоговый орган и все подскажут. Конечно, можно в налоговом органе получить консультацию по работе. Подскажут, расскажут. Так, значит, о том, что если не получил налоговое уведомление, а имущество в собственности есть, еще раз озвучите, что же все-таки делается. Если есть имущество в собственности, а налогового уведомления нет. Ну, во-первых, нужно для себя, знаете, понимать, если налогоплательщик имеет право на льготу, и, возможно, он полностью освобожден от уплаты налогов, и тогда налоговое уведомление в адрес налогоплательщика не будет направляться. Если сумма налога к уплате по налоговому уведомлению целиком меньше 100 рублей, то налоговое уведомление тоже не направляется. В этом случае налоговое уведомление направляется только тогда, когда налоговый орган теряет для себя возможность направления налогового уведомления. Если вот в цифрах, например, то в 2023 году последний год, который мы можем начислять, это 2020 год. Поэтому если, когда начисляли налог за 2020 год, сумма налога была меньше 100 рублей, налоговое уведомление не направлялось ни в 2021, ни в 2022, то в 2023 налоговое уведомление будет сформировано и направлено в адрес налогоплательщика. Если все же по каким-то причинам налогоплательщик налоговое уведомление не получил, то лучше обратиться в любой налоговый орган. Можно лично, можно через МФЦ, можно нам об этом написать. Ну, самый удобный способ – это личный кабинет. Да. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, какие внедрены новшества с этого года и в плане получения, и оплаты налоговых уведомлений, ну и, конечно, основных изменений в налогообложении имущества физических лиц? В этом году особо таких новшеств в этом плане нет, но за 2022 год мы рассчитывали в этом году налог, и применяется в отношении объектов недвижимости, это по налогу на имущество физических лиц, новая кадастровая стоимость. Поэтому у кого-то она меньше, у кого-то она больше, то есть сумма будет разниться по сравнению с прошлым годом по налогу на имущество физических лиц. Что касается оплаты, то, опять же, оплатить налоговое уведомление можно на портале госуслуг. Теперь как получить его там, так и оплатить. И все традиционные способы оплаты остались, можно оплатить и через личный кабинет, как мы с вами уже говорили, можно на почте, можно в банке, как удобно, мобильных приложений банка, достаточно большое количество, и они все работают с налоговыми платежами. Скажите, а у меня вот такой вопрос. Если имущество на протяжении, ну, там, несколько лет не меняется, также продолжается оставаться в собственности квартира, к примеру, дача и тот же автомобиль, не менялся и транспортный налог. Сумма налогового уведомления каждый год будет приходить одинаковая, либо все-таки она будет меняться? Если да, то в какую сторону? В большую или в меньшую? И от чего это зависит? То есть, проще говоря, как проверить, вот эту вот сумму налогового уведомления верна ли она? Сумму налогового уведомления, в принципе, налогоплательщик может и посчитать, и проверить налоговый орган на предмет правильности применения налоговых ставок. На сайте налог.ру, Федеральной налоговой службы, есть такой сервис, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Можно там посмотреть, там достаточно выбрать налог, налоговый период, регион, муниципальное образование, все ставки расписаны, можно посмотреть. На это же можно время, и время, но и все равно понимание какое-то, вникание. А в наше время сейчас, когда все вот так вот быстро-быстро набегу, я уж прошу прощения, я вас перебиваю, тем не менее, вот, чтобы не вникать вот в эти все детали. Сумма налога к уплате может меняться. По земельному налогу она может меняться, и если изменились какие-то характеристики земельного участка, самого, качественные, количественные, например, изменилась категория, тогда сумма будет другая, соответственно, ставка будет другая, сумма будет другая. Возможно, изменилась по каким-то причинам кадастровой стоимости. Опять же, когда меняются качественные, количественные характеристики объекта, изменяется и кадастровая стоимость, и от этого зависит сумма налога. По налогу на имущество мы с вами с 15-го года перешли на расчет налога от кадастровой стоимости, И первые три года у нас применялась особая формула для того, чтобы налоговая нагрузка постепенно увеличивалась. Начиная с третьего года применяется коэффициент 1,1. То есть не все налогоплательщики оплачивают налог на имущество в полном объеме, в том, в каком он считается. Есть вот этот сдерживающий коэффициент 1,1. И рост налога, по сути, каждый год проходит на 10%. Этот же коэффициент учитывается, если изменяется, когда строит стоимость. Если она увеличена, то сама сумма налога увеличится только на 10%. Но это не касается объектов налогообложения, вот коммерческого назначения, это административно-делового, торгового. Их это не касается, у них напрямую считается, и вот этого сдерживающего коэффициента нет. А по транспортному налогу может поменяться, если поменяются ставки, к примеру, если появился новый объект. Бывают такие налогоплательщики, когда они обращаются и говорят, почему, не замечая того, что в прошлом налоговом периоде, например, он объектом владел несколько месяцев, а в этом году полный год. Сумма налога, конечно, будет другая. А вот если меняется ставка, приходит уведомление, опять же, налогоплательщику, ну, пояснение, скажем так, что вот вы знаете, изменилась кадастровая стоимость, или там кадастровое назначение вашего земельного участка, и налог увеличен. Либо просто автоматически сумма больше приходит, и все. Нет, такого и информирования налогоплательщиков о том, что у вас изменило что-то, какие-то характеристики объекта, не предусмотрено. Это все можно увидеть в личном кабинете, опять же, да. Налогоплательщик увидит изменения, когда получает новое налоговое уведомление. Хорошо, продолжаем. Если говорить о льготах по имущественным налогам, какие категории граждан имеют на налоговую льготу, и есть ли какие-то новшества, вот если мы говорим же об этом с этого года. Нужно понимать вот в этом вопросе, что есть льготы, которые предусматривают действия на территории всей Российской Федерации, это налоговые льготы, которые установлены налоговым кодексом. А есть льготы местного значения, ну так называемые местного значения, это те льготы, которые предусмотрены либо органами местного самоуправления, либо представителем органов субъекта. Вот у нас с вами, да и на территории всей Российской Федерации транспортный налог определяется законом субъекта, а земельный налог и налог на имущество уже нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований. И в каждом муниципальном органе может быть своя льгота какая-то. Вот те льготы, которые действуют на территории всей Российской Федерации по налогу на имущество, например, для 16 категорий налогоплательщиков предусмотрены льготы полностью освобождения в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража и одного хозяйственного строения площадью до 50 квадратов, расположенных на земельных участках для личного подсобного хозяйства, садоводчества, огородничества. Такие льготы есть для пенсионеров предусмотрены, для предпенсионеров, инвалидов первой-второй группы, ветеранов боевых действий, для граждан, подвергшихся воздействию радиации, которые имеют право на меры социальной поддержки, и еще целый ряд категорий, как я уже сказала, их 16. И все они прописаны, конечно же. Также, как я уже говорила, на сайте ФНС России справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этих же категорий налогоплательщиков по земельному налогу предусмотрена льгота, это не то чтобы льготы, это вычет из налогооблагаемой базы, то есть налоговая база уменьшается на величину стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. По транспортному налогу льготы немножко другие, потому что они кодексом не предусмотрены, вообще льгот для физических лиц как таковых, но все льготы, которые есть, они установлены законом субъекта. Если кратко, то пенсионеры, предпенсионеры оплачивают 50% от суммы исчисленного налога в отношении одного транспортного средства, легковые автомобили, мощностью до 100 лошадиных сил. Есть еще один категорий, но их можно посмотреть все. Что касается инвалидов всех категорий, ветеранов боевых действий, еще группы категорий налогоплательщиков, для них предусмотрено уже освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства. Как правило, это легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Есть льготы для многодетных, у них это немножко другая группа. По налогу на имущество, например, для них предусмотрены дополнительные вычеты в размере 5 квадратных метров стоимости. То есть также налоговая база уменьшается на стоимость 5 квадратных метров за каждого ребенка. От общей площади квартиры, я прошу прощения. По жилому дому это 7 квадратных метров. То есть если вот так вот в цифрах или на примере, например, квартира площадью 35 квадратных метров, 20 убирается сразу, они не считаются, это порядок определения налоговой базы. Остальные 15 уже по количеству детей. Если трое детей, минус 5, то есть полностью объект выпадает из налогообложения. То же самое и с жилыми домами. По земле те же самые 6 соток, минусом все остальное облагается налогом. По транспортному налогу чуть выше критерий мощности, он 110 лошадиных сил. И с этого года новшество по транспортному налогу предусмотрен вычет для многодетных семей. То есть если мощность транспортного средства больше 110 лошадиных сил по легковым автомобилям и 150 по автобусам, тогда применяется вычет. Сумма налога уменьшается на 2,640 по легковым и 4,650 по автобусам. Ну и вся эта также ценная информация, я обращаю внимание, находится и на портале госуслуг, и на сайте ФНС России по Самарской области. И в приложениях, конечно, тоже. Ну и телефоны, которые мы анонсируем, 8-800-7-2, там также можно узнать всю исчерпывающую информацию. Ну что же, переходим к самому интересному. А если не заплатил налоги? Ну, конечно, когда в той поговорке и спишь неспокойно, и, наверное, все-таки совесть ему учит. Ну и санкции еще придут обязательно. Итак, если до 1 декабря не заплатил налоги, что будет? Строго говоря, срок уплаты 1 декабря. Вот заплатить можно и 1 декабря. Если не заплатил, начиная со 2 декабря будут считаться пени. За каждый день просрочки считаются пени. Налоговый орган выставит требования. Если и требование не будет оплачено, то пойдут уже все предусмотренные законы, меры передачи в суд, передачи судебно-приставов на взыскание. Все неприятности начнутся. Да, это малоприятно, но по-другому никак. А вот давайте поподробнее об этих неприятностях и расскажем. Через какой период наступает действительно вот эта ответственность и какая она административная, какие будут насчитываться пени. Ну, к примеру, какую-нибудь сумму приведите. Ну и вот что дальше, дальше, дальше. Все, все последствия. Ну, пени это достаточно просто. Это 1,03 ставки рефинансирования, установленные Центробанком за каждый день просрочки. Пени будут считаться до тех пор, пока налог не будет оплачен. И пени также подлежат взысканию. То есть сумма требования сформируется с учетом пени. И все эти пени мы передадим в суд, получим судебные приказы и направим на взыскание судебным приставом, направим на взыскание в банке. Все это будет списано с карточек. То есть будет блокировка, соответственно, карт. Блокировка как таковая, но списание. Если деньги на карте есть, то будет списание. Ну, то есть спишут безакцептно, уже не спрашивая самого налогоплательщика. Судебные приставы, если начнут работу, они же помимо тех сумм, которые подлежат взысканию, еще и исполнительский сбор. Конечно, они еще возьмут и за свою работу. Конечно. Так. Все это для налогоплательщика. Судить их никто, конечно, не будет. Но все меры взыскания у нас вот в денежном эквиваленте. Так. Значит, давайте теперь, как оплатить имущественные налоги и какие сервисы помогут налогоплательщикам? Оплатить имущественные налоги можно, как и было раньше, через банк. То есть можно прийти в банк с налоговым уведомлением, оплатить. Можно на почте оплатить. Но, как правило, мы же с вами уже сейчас практически все являемся пользователем мобильных устройств. Вот у нас есть мобильные приложения банков, и оплачивать там предельно просто. В личном кабинете оплатить, нажал две кнопки буквально. В госуслугах тоже можно оплатить. На сайте ФНС России можно оплатить. Все это сформировать платежный документ, оплатить налоги. Очень широкий спектр. Доступен абсолютно каждый. Но самое главное, нужно понимать, что если ты не оплатил до 1 декабря или 1 декабря включительно налоги, то заплатить все равно придется рано или поздно. Деньги со средств спишутся. Мне кажется, сейчас нет такого гражданина, у которого нет личного счета или банковской карты. Поэтому в любом случае налоги заплатить придется. Поэтому, чтобы не платить пени, а чтобы не платить налоговые, какие-то дополнительные вещи для судебных приставов, которые берут также за исполнительное производство, лучше, наверное, это сделать добровольно и самостоятельно. Совершенно верно. Ну что же, спасибо вам большое за интересную беседу, за ваши, как всегда, компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и что же, завершая наш сегодняшний разговор, давайте заплатим налоги. Все вместе, дружно и без дополнительных уведомлений. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова